Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скай Рим. В последней серии мы прибыли вот в этот непонятный храм, там внутри ничего не нашли, к сожалению. В принципе, нам надо двигаться дальше, давайте попробуем подняться наверх, возможно, тут у нас что-то будет хорошее, но сдается мне, что и там нас ничего не ждет особо, но попробовать, я думаю, стоит. Что такое? Да, похоже, моя чуйка меня не подводит опять, и похоже, что я тут ловить нечего. Нет, смотри. Ну ладно. Хорошо, хоть так, хоть что-то. А вот, похоже, и Дан Стар, да? Смотрите, какая прорисовка отсюда, видно всех людей, которые ходят по улице. Не знаю, вам видно будет или нет, при кодировании, как известно, качество теряется. Но я-то их точно вижу. Ладно. Нет тут ничего. Может, что и есть, но я и нашел. Как говорится, это у нас не линейный шутер, если что, сможем вернуться. Проблем особых нет. Так, около Дан Стар у нас живет бомж. Бомжа надо убить. Чем мы сейчас и займемся? Блин, как мне нравятся северные земли. Мне больше нравятся все-таки поюжнее даже в том же Скай-Риме. Там уже лесок такой осенний, очень красиво. Так, подожди, а где он? А, вот он уже прямо около города. А там у нас злокрыс. Понятно. Так, ну тут, я надеюсь, хотя бы кузнец есть. Потому что, судя по всему, я вижу, что тут дыра страшная. Надеюсь, есть хотя бы кузнец и какой-нибудь галантерейщик, чтобы продать им то, что у нас есть. Потому что у нас скоро будет перегруз. Во имя девяти, Скай. Да кого мы напугаем своими старыми ранами? Мы больше не солдаты. Твой человек хорит, носит старые доспехи Легиона. Что мне прикажете думать? Он гордится своей службой, Скай. Легион научил нас верности. И мы верны до нас. Смотрите у меня. Если я перехвачу от вас хоть одно письмо генералу Турию, обоих костю. Имперцы тут не любят. Добрый день. Сейчас в Донстаре неспокойно. Все взвинчены. А что случилось? Ни один житель Донстара не может как следует выспаться в последнее время. Всем нам снится один и тот же кошмар. Снова и снова. Те, кто не валится от усталости, злятся. А если не злятся, то живут в страхе. Какой уж тут порядок. Говорят, Мара прислала к нам своего жреца, чтобы успокоить людей. Он остановился в таверне. Но вряд ли его слова нам помогут. О чем спорили-то? Скальд поддерживает Руфрика. Ему не нравится, что в его городе живет пара пожилых легионеров. Он глупец. На Хелген напал дракон. Империя нужна Донстара сейчас больше, чем когда бы то ни было. Хорошо. Делай глупости. Мой долг охранять Брину Мерилус. Смотри без глупостей, прилегатель. А еще у тебя голос Геральта. Да. Так. Твое появление в Донстаре как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Хотя чем ты нам поможешь? За определенную плату, братья, у них все решаемо. За определенную плату. Так. Вот это у нас магазин, я думаю. Давайте-ка все по порядку исследуем. Казармы. Не судьба. Так. Это у нас таверна, я вижу. В таверне мы сейчас поговорим. Пиквитров. Поговорим с этим какого-то святошей. Мары. Может он прояснит ситуацию? Сдается мне кстати, что храм тот, который на горе стоял, как-то с этим совсем связан. Барабанщица. Целый день работаешь здесь? Да. С тех пор, как несколько зим тому назад умерла мама. Пою песни и помогаю обслуживать... Скучно. Я не культурен. Так. Мои мысли бродили где-то далеко. Нужно... Ищешь ночлег? Не волнуйся. Че слышно в последнее время? Всем в городе известна черная дверь. И то, что от нее нужно держаться подальше. Хорошо. Так, вот и ты. Ирандур. Что происходит? Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности. Но боюсь, я мало что могу для них сделать. Что тут вообще можно сделать? Сны-то не я. Эти сны. Видения, созданные владычицей Даэдра Верминой. Она пожирает наши воспоминания. А взамен оставляет кошмары. Они как кашель, который указывает на серьезную болезнь. Я должен сорвать ее путы с этих людей, прежде чем их души будут непоправимо искалечены. Какой же твой план? Мне нужно вернуться к источнику проблемы. Краму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Что ты имеешь в виду, говоря вернуться? Ты там был? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнется паника. Я просто прошу тебя довериться мне. И помочь спасти Донстар от кошмаров. Я не могу доверять тебе. Ты что-то скрываешь. Я понимаю твои сомнения. Доверие редкостное сокровище в наши дни. Я могу только дать тебе слово жреца Мары, что намерения мои чисты. Как я могу тебе помочь? Естественно. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Донстара. Идем, нужно спешить. Да подожди ты, не гони. Кто она вообще такая? Вермина обитает в странном царстве под названием Тресина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. Зачем ей наши воспоминания? Кто знает. Может она коллекционирует их и выставляет в магической галереи, как предметы безумного искусства? Как бы то ни было, ее намерения отнюдь не благие. Обещаю, я отвечу на все твои вопросы. Иди за мной. Так, я надеюсь, ты меня подождешь. Мне нужно маленько облегчить свои сумки, рюкзаки и все прочее. Вообще, я думаю, что если даже ты меня не подождешь, то плевать, потому что... Сюда. Фак ю. И потому что... Вот, вон у нас... Да, надо обойти. Так, тут дом Ярла. Я больше не могу без помощи накладать. Нужно продать, короче. Я не в настроении. Говори, что нужно, и уходи. Так, тобой займусь позже, видимо, с наступлением ночи, пока что слишком людно. Когда пойдешь спать, тебе хана. Шоу все, блин, жалуйтесь. Жалуйтесь, жалуйтесь. Дом Рейгель. Язык сломаешь. Руслиев. Что у тебя есть на продаже? Так, что у тебя есть? Да, в принципе-то... Ничего особого. Забираю такой. Нравится? Забирайся. Красивый, конечно. Так, ну и ладно. Жаль, что у тебя денег так мало, потому что я птичью много чего продал. Возвращайся, если понадобится сталь. Что ж торговцев так мало. Но пока я служила в Легионе, он стал моим домом. Ступка и пестик. Спят еще, что ли? Вроде бы уже... Чуть ли не вечер. Какие-то алхимик тут ленивые. Я не уроженка Скайрима, но пока я служила в Легионе, он стал моим домом. Вот тут у нас бейтель, ты питается, значит. С какой стати я должен скрываться? Это наследие моей семьи. Оно в прошлое. Мертвые клятвы на бубах мертвецов. Пусть прошлое и останется там. В музее открывается, модель. Модена? Прошу тебя, не ходи в музей Сила. Кто такой Сила? Что это за музей? Сила родился в одном из старейших семейств Донстара. У них сложная история. Несколько его предков были членами культа Мифический Рассвет, который чуть не уничтожил Тамриэль. Про неприятные связи его семьи стало известно через много лет после кризиса. Но это все равно погубило их репутацию. Они стали изгоями. Теперь Сил вернулся. И этот музей Мифического Рассвета ему нужен, чтобы восстановить честь семьи. Только это ошибка. Хорошо. Что это такое вообще Мифический Рассвет? Ты знаешь историю. Оно и к лучшему. Этот культ лучше забыть навсегда. Тебе нужно знать только то, что они почти уничтожили мир, но их остановили давным-давно. Понятно. Подожди-ка. Посетить музей в Донстаре. Ну давайте, че? А вот и первый посетитель. Музей Мифического Рассвета открыт, друг. Какой у тебя друг? О чем был спор? Звучит неплохо. Подозрительный ты, конечно. Ну да че нам тебя бояться, тушь. И не таких ломали. Ух ты, какая морковь, какой хлеб. Вот это музей. Так. Ладно, давайте смотреть. В речах Мифического Рассвета, где секта вынашивала заговор с целью привести Диэдра Меруна Садагона в Тамриэль. Каждая нить, из которых сшито это одеяние, была окрашена жертвенной кровью. Это, я так понимаю, рассказ про события The Elder Scrolls Morrowind. Я, честно говоря, его слабо помню. Допустим, Артем Сейтен Роллс, наверное, помнит очень хорошо, потому что недавно я проходил. Я, к сожалению, рывками смотрел, времени не было. Надо посмотреть, кстати, чтобы лучше разбираться. Все, что осталось от легендарного Мистериума Заркса. Кощунственные книги, написанные лично Мерунасом Дагоном. Говорят, что Манкар Камаран использовал книгу для открытия портала в рай, где все его последователи будут жить вечно. Но дела. Книга комментариев к Мистериуму Заркса написана главой Ордена Мифического Рассвета Манкаром Камараном. Он обещал, что все его последователи попадут в рай после смерти и затем возродятся рядом с Мерунасом Дагоном. Дела. Ах, да. Ножны. Видишь знак? Это врата Обливиона. Главный символ Мерунаса Дагона. Даэдра, покровителя Мифического Рассвета. Хорошо. От меня ты что хочешь? У тебя есть вопросы о музее? Или ты хочешь поговорить о делах? Давай-ка поговорим о работе. Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона несколько групп взялись за уничтожение остатков Мифического Рассвета. Одна из групп нашла бритву Меруниса, великий артефакт Меруниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Скорее всего, все-таки не про Морровинд, видимо, он говорил про события Обливиона. Не знаю, Обливиона я тоже в свое время пропустил, я в него маленько поиграл, что-то как-то не зацепило. Сейчас я понимаю, что игра охренительна, тогда у меня интересы были другие. Так, ты хочешь с моей помощью собрать обломки? Двое из хранителей обломков, Гунзул и Дроскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген. Я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу и лишних вопросов задавать не стану, если что. Расскажи мне вообще об этой, об этом лезвии, о бритве. Бритва, это личный артефакт Меруниса Дагона. Она всегда предвещала кровавые перемены и бойню. У нее было много имен. Кинжал последних ран, погибель праведных, целеубийца. Мифический рассвет поклонялся Дагону как божеству. Его бритва стала бы жемчужиной моей коллекции. Твоей коллекции? Ну да. Ну да. удачи в поисках обломков. Если я его найду и ты его сможешь соединить, ты его явно оставишь себе и я его у тебя забирать, наверное, не буду, да. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пойдем сюда, пойдем сюда. Тут я еще не был. Тут, говорят, очень большой город Маркарт. Короче, найдем по ходу действия. Так, че там, девушка? Как отдыхается? Блин, как к тебе подступиться? Тобой-то посложнее, конечно, чем с остальными. Ты не хочешь пойти домой? Поспать, покушать? Время-то уже к ночи. Так, ну че? Ты тут? Нет? Так, давайте пока это отключим. Это пока отключим. Вот это вот посмотрим. Где оно по карте? Скотина опять туда куда-то ушла. Вообще не ночуешь, что ли? Так, жди меня, подожди, пока не выходи. Так, добрый день. прохожу мимо. Блин, да че вы еще под ручку поддить? Так, как с тобой разобраться-то? Просто ходим. Не обращайте на нас внимания. Да ты смотри. Ты еще ему на коленки залезь. Хватит за ним ходить. Какая ты страшная. Так, да, тебе пора в эту сторону. темная аллея. Тут-то мы провернем. Делов не знаем, начальник. Само как-то вышло. Так, ладно. нехорошо получилось. Пойдем теперь ночуем до утра. Кстати говоря, еще надо будет фаренгара зарезать за то, что он мне наемников посылал. Ну, то есть, подумаешь, казалось бы, да, украл у него один камень душ. Даже не великий, а простой. Так, нет же. так, нахрен мне эта кружка. Че я нашел? Так, пивная кружка бросить. блин, ну почему, я же ее убил. Не понимаю. У тебя даже пирожков нет. Давайте, что ли? Похаваем хотя бы. даже хавать не хочет. короче говоря, тупо двигаем вперед, пофиг, что ночь, раз такое дело. Хреновый город, не продашь ничего толком, не поспишь нормально. Хватит тоже вошкаться. Так, ну че, веди меня. Надеюсь, там немного хороших вещей будет, потому что у меня уже перегруз скоро очень будет. Так, ну и да, я понимаю, что ты меня поведешь сюда. Поэтому лучше вот так сделать сэкономим время, потому что мы тут были, ничего интересного нет. Экой ты, неторопливый. прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об опасности, которые ждут внутри. Много лет назад на храм напали одержимые местью орки. Их одолевали кошмары, так же, как теперь жителей Донстара. Ну и ладно. Волосли им достичь цели. Зная, что им не одолеть орков, жрецы вермины выпустили так называемые миазмы и погрузили всех в сон. Почему это опасно, если они спят? Я боюсь, что когда мы откроем врата, миазмы выветрятся, и тогда они все проснутся. И орки, и жрецы вермины. Что такое миазмы? Миазмы были созданы жрецами вермины для их ритуалов. Поскольку вермины длились месяцами и даже годами миазмы замедляли процесс старения. Подожди, это моя лошадь? Варфоломеюшка? Живой. Я думаю, тебя уже давно убили. Куда же ты пропал? Нашел меня. Хоть одна хорошая новость. А то меня что-то в последней серии все не радует. Грядок маленький. Кузнец какой-то небогатый. Две вещи продал и все он сдулся. Поспать не дали. Да я что-то почистил. Не волнуйся. у меня кстати говоря противогаз мне эти миазмы по идее не так страшны. По крайней мере под водой дышать могу. но нифига себе. Теперь я покажу тебе источник кошмара. Сюда. Как-то тут жутковато братень. офигеть. Может не надо. по-моему пора доставать свои зубочистки. Доброе утро. Доброе утро. так открывай проклятие шрицы должно быть включили этот барьер когда выпустили миазмы похоже преодолеть это будет трудно похоже ты невероятно много знаешь об этом месте ты должен был сказать мне правду да верно должен был но мне не хватило духу признаться когда на храм напали орки я бежал просил своих братьев и сестер умирать последние десятилетия я провел в раскаянии пытался искупить вину служа Маре и благодаря ее доброте я исправлю свои ошибки хорошо начнем у меня все еще есть ключ от библиотеки как только приготовишься мы пойдем как может череп влиять на данстар предание гласит что череп порчи вечно жаждет чужих воспоминаний черепа не касались так давно что он похоже приобрел способность достигать сознание людей на расстоянии и питаться что именно он делает с воспоминаниями лишь гипотезы и догадки ученых и историков хорошо нужно спешить мы должны как можно скорее уничтожить череп я думаю на этом мы завершим эту серию в принципе вперед двинем в следующий надеюсь вам так же интересно как и мне что он там делает ну что но чем все это закончится увидимся увидим в следующий с вами был Артур всего хорошего пока 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 не забывайте Субтитры сделал DimaTorzok